Всем привет, с вами FATAR.RU И сегодня, прежде чем начать, хочу сообщить, что на нашем YouTube-канале По ссылке в описании Доступен новый урок про свет О том, как правильно работать с софтбоксом и сотами О том, как правильно выставить модель Поставить свет Как снимать Как работать в этих условиях Какие доступные творческие возможности у вас есть По ссылке в описании А мы начинаем Одна из интереснейших новостей Которая прошла на этой неделе Касалась камеры Panasonic GH6 Модели, которая должна продолжить успех Своего предшественника Камеры Panasonic GH5 Очень популярное устройство среди видеографов Оно заточено, по сути, на видеосъемку Да, Panasonic GH5S Еще больше заточен на видеосъемку Но и у GH5 есть большие преимущества Так вот, как Panasonic распорядиться Этими преимуществами Будет улучшен автофокус Увеличено время, работает одной батареей Разрешение сенсора пока неизвестно Некоторое время назад сообщалось Что Panasonic GH6 сможет записывать В разрешении 8К Но я бы отнесся к этой информации С большим скепсисом Потому что, во-первых, 8К Зачем? Во-вторых, Panasonic сами говорили в интервью Что 8К это очень труднодостижимая Возможно, достижимая Но труднодостижимая Граница для сенсоров с micro 4.3 Форматом матрицы Ну и в-третьих, если представить Что данная функция все же будет внедрена То уму непостижимо Насколько сильно это осложнит монтаж Нужно будет работать с огромными тяжеловесными файлами Возможно, их во что-то конвертировать Компы будут тормозить В общем, смысла пока что особо нет Насчет времени официального анонса Panasonic GH6 Говорится об августе Или сентябре 2020 года То есть осталось совсем чуть-чуть И если планы Panasonic не спутаются Говорит источник Все не поменяется Коронавирус Еще какие-то дела То в августе-сентябре Мы, скорее всего, действительно увидим Продолжение популярной серии GH Вторая новость Не менее интересная, чем первая 20 апреля Две компании представят свои новые продукты Это компания Canon И компания Sony Обе компании запланировали Онлайн пресс-конференции Если они запланировали, значит они точно что-то анонсируют Вопрос только что Давайте немножко заглянем в текущие новости И попробуем ответить на этот вопрос Компания Canon Есть информация о том, что Canon представит новую кинокамеру C300 Mark III Которая получит значительные улучшения в плане видеосъемки 4К 120 кадров в секунду Улучшенный дуаль-пиксель автофокус Еще несколько функций Более модульный корпус Как нам заявляет источник Что это значит Какие модули будут добавлены Или убраны по сравнению с предшественником Пока непонятно Вторая камера, которую скорее всего могут анонсировать Canon Это Canon EOS R5 Вот тут вот 8К уже точно будет Canon сами подтвердили о том, что будет 8К Без кропа С дуаль-пиксель автофокусом 30 кадров в секунду То есть все то, чего Canon лишали нас в режиме 4К В последних камерах Они решили просто обвалить на камеру Canon EOS R5 Как это будет, как будет монтаж происходить в 8К Не будет ли дичайшего роллинг-шаттера Который сделает съемку в этом режиме практически невозможной Пока неизвестной И остается еще множество вопросов Какой процессор будет Какая матрица Какое разрешение Пока ответов на эти вопросы нет Что представит компания Sony 20 апреля Вообще непонятно Пара источников, если мы проанализируем предыдущие новости Говорили о том, что будет анонсирована камера Sony FX6 Это кинокамера, киносегмента Которая должна заменить предшественницу Sony FS5 Mark II Сообщалось, что FX6 получит матрицу от флагманской FX9 Дичайше дорогой Полнокадровой Автофокусной кинокамере Которая, ну, про сути уже догоняет кинокамеры Canon Которые также имеют хороший автофокус Большой размер матрицы Удобный компактный корпус и так далее Несколько источников сообщали Что Sony могут представить И новую беззеркальную полнокадровую камеру То есть фотоаппарат Sony A7S III Это камера, о которой говорилось настолько много Что сейчас уже просто не имеет смысла Даже гадать, когда она будет Будет ли она вообще Какие там характеристики Но, все-таки последнюю новость Которые были давным-давно уже Хотелось бы вспомнить 4К 120 кадров в секунду Говорили, было в прототипе Система охлаждения активного Как в Panasonic S1H Не будет поворотного дисплея И чуть более толстый корпус Ни про 10 бит Ни про 4.2.2 Ни про RAW в рекордер и так далее Об этом информации не было Я понимаю, что все хотят этих функций Те люди, которые снимают Занимаются видео Занимаются видеографией Никакой информации об этом не было Вообще ничего Мне кажется, что Sony могут просто Сделать 8 бит 4.2.2 на рекордер Как обычно это делают И на этом успокоиться И наша третья новость Касается компании Tamron Tamron 70-180 f2.8 Новый объектив, который должен быть анонсирован На следующей неделе Как нам говорит источник Уже слит его пресс-релиз Слиты фотографии Мы публиковали фотографии Которые были сделаны Уже с этого объектива Очень-очень много информации Об этом объективе есть Но нет самого объектива То есть Tamron Все никак не могут его представить И вот наконец На следующей неделе Они должны его представить окончательно Абсолютно очевидно Что это будет Значительно более компактный объектив Чем, допустим Нативный Sony G Master 2.8-70-200 Там не будет стабилизации Как в Sony G Master 70-200 в 2.8 Он будет более легкий Но самое главное Он будет значительно дешевле В нашей ситуации В ситуации с падением рубля Это крайне важно Для людей Которые хотят снимать Которые хотят иметь Длиннофокусный зум-объектив С хорошим показателем святосилы На сегодня у нас все Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, дизлайки Пишите о чем бы вы хотели услышать В следующих видосах В комментариях Может быть какую-то тему Чтобы мы разобрали Как отдельно Вообще от дайджеста Что бы вы хотели изменить В этом формате Если вы считаете Что это обязательно надо внедрять Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok